Урай определили организацию, которая будет отвечать за уборку и содержание мусорных площадок. К своим обязанностям компания приступит уже в ближайшее время. Параллельно в городе ведутся работы по реконструкции мест складирования отходов. Когда урайцам ждать качественных услуг по обращению с ТКО? В этом вопросе разбиралась моя коллега Екатерина Кузьмина. Дарья Чумак живет в четвертом доме первого микрорайона. Регулярно многодетная мама наблюдает беспорядок на контейнерных площадках. Этот вопрос она неоднократно поднимала в социальных сетях. А когда терпение лопнуло, пожаловалась в надзорные ведомства, Роспотребнадзор и прокуратуру. На сегодняшний день сложилась такая картина, что все летом мы дышали этими запахами и развелось вранье. Они невероятным каким-то способом растаскивают эти пакеты и возле контейнерной площадки и на детской площадке. В общем, все в таком неприятном виде. Очевидно, что в работе по сбору твердых коммунальных отходов произошел сбой. Дело в том, что ранее обслуживанием площадок для сбора мусора занимались управляющие компании. Сейчас же, в соответствии с законом, эти функции должен взять на себя отдельный подрядчик. Из структуры тарифов по содержанию общего имущества были исключены управляющими компаниями затраты по содержанию контейнерных площадок. И на тот момент содержание еще не было определено. Был организован конкурс по определению подрядчика. И вот в этот момент, скажем так, когда не определен конкурс, а управляющие компании перестали содержать, в этот момент произошел некоторые сбои не по вывозу, а по сбору твердых коммунальных отходов. На этот сбой повлияло и то, что 21 контейнерная площадка из 74 имеющихся в городе сейчас находится в реконструкции. А значит, места сбора мусора, что расположены неподалеку, испытывают двойную нагрузку. В городе на данный момент порядка 10 самых проблемных зон складирования отходов. Мы находимся на контейнерной площадке в каре домов Западный 7. Именно от жильцов этого микрорайона чаще всего поступают жалобы о том, что мусор вывозят не своевременно, а после не убирают. Администрация обещает, что эта нелицеприятная картина обязательно изменится, когда закончатся работы по оборудованию мест по сбору отходов. В Западном 13, например, сейчас монтируют платформу и ограждение новой площадки. Кроме того, на сегодняшний день уже определён подрядчик, который будет заниматься содержанием и очисткой мусорных площадок. Отмечу, что фирма не вывозит отходы, а лишь убирает территорию после того, как контейнеры опустошит специальная техника. В нашу работу входит уборка контейнерных площадок и территория 30 квадратов прилегающей территории. То есть всё, что вынесли птицы, всё, что раздуло ветром, всё это тоже собираем. В зимнее время это будет подчистка снега возле площадок, присыпка песком, чтобы было комфортнее подойти. Вопрос качества оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами теперь стоит на особом контроле у администрации города и регионального оператора. Для этого сейчас устанавливаются камеры видеонаблюдения. А значит, можно с достоверной точностью отследить, кто выбрасывает мусор не по правилам. Екатерина Кузьмина, Александр Усков, Александр Кашкин. Специально для новостей.